Всем привет! Меня зовут Валя. Я рассказываю о нашей жизни в Америке. И сегодня я хочу поговорить, почему же так много блогеров разговаривают именно из машины. Как настоящий американский блогер я сегодня тоже разговариваю из машины. Почему? Почему? Небо такое красивое, интересное. То ли тучи, то ли просто закат солнца. Ну, в общем, красиво. И поэтому я хотела вам немножко показать небо, природу и немножко рассказать, почему же люди в Америке, блогеры, все время торчат в машине. Да потому что мы проводим здесь огромное количество времени в машине. Почему мы проводим столько времени в машине? Потому что у нас нету общественного транспорта, у нас нету ни автобусов, ни метро, ни троллейбусов, даже такси нормального нету. За вызов такси приходится платить 15 долларов. Только за вызов. А уже потом еще платить приходится за каждую милю. Получается жутко дорого, если вызывать такси. И только в экстренных ситуациях приходится вызывать такси. Значит, машина нужна, своя машина обязательно нужна. В Америке в большинстве городов нету общественного транспорта. Мало того, что нет общественного транспорта, никуда пешком не дойдешь. В большинстве мест даже на велосипеде не докатишься никуда. Когда приходится иметь машину, чтобы просто дойти, скажем, доехать до магазина, или до школы, или до работы пешком, это надо будет выходить ночью, чтобы дойти пешком до работы утром. И, конечно, этого никто не делает. Как вы заметили, вот сейчас я еду, у меня, по крайней мере, есть, значит, моя дорога, да, а рядом вот обочина дорожка, по которой уже, если очень желающие есть какие-то, то может велосипедист ехать по этой дорожке. Но это не норма. В большинстве дорог, на большинстве дорог даже этой маленькой дорожки для велосипедистов не будет. Не будет даже места, где можно пройти человеку-пешеходу. Поэтому, именно поэтому, везде приходится ехать на машине. Машину каждому нужно иметь. Женщины, которые приезжают и, скажем, сидят с детьми и говорят, ой, я не могу машину водить, я боюсь машину водить там, или я не умею, пусть муж уводит машину, они себя обрекают сразу на, ну, на тюрьму, в принципе. По-другому слову, наверное, по-другому никак не скажешь, потому что в лучшем случае вы можете дойти до парка, скажем, или, может быть, до соседского дома. А чтобы съездить в магазин, чтобы съездить в школу к детям или какие-нибудь дела поделать по городу, машину иметь обязательно. И вы будете все время на кого-то рассчитывать тогда, если у вас машины нет. Начнем с того, что утром мы везем детишек в школу. Мы решили их не возить на автобусе, не давать им возможность ездить на автобусе, потому что мы посмотрели на водителей этих автобусах. Мы возим детишек в школу. Занимает это примерно 25 минут в одну сторону. А у нас дети ходят в две разные школы. Поэтому где-то минут 50 за день уходят на то, чтобы довести детишек до школы и приехать обратно домой. Я езжу на работу. Это примерно 20-25 минут в одну сторону. Опять же, получается, примерно 50 минут тратиться на дорогу, на работу. Потом, если я заезжаю, скажем, в магазины, или я выезжаю куда-то еще, то это, конечно, еще время сидеть в машине. А дорога одна и та же, она особо не меняется. День от дня видишь все те же деревья, все те же дома. Все одинаково примерно. Вот тогда ты и начинаешь думать и разбираться, а можно же сделать видео на эту тему или на ту тему. Почему бы его не сделать? Все равно едешь, все равно приходится ехать каждый день. Почему бы с кем-нибудь не поговорить? Кстати, почему я это все рассказываю сегодня? На днях я посмотрела видео молодого человека. Его зовут Миша. Сейчас поверну. Его зовут Миша или Майкл. И его родители приехали из России. Поэтому у него интересный взгляд на жизнь такой. Он русско-американский взгляд на жизнь. И он как раз рассказывал о том, почему его машина это его второй дом. Так что, если вы хотите посмотреть на его канал, заходите, я ссылочку оставлю внизу. А скажите, что я прислала. Спасибо за просмотр. До следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...